Можно ли сейчас прогнозировать по данной ситуации, которую имеем именно на сегодняшний день, учитывая именно те временно оккупированные территории Российской Федерации, территории Украины, можно ли спрогнозировать уже, что нас ожидает и что ожидает мир, имея в виду и внутренний аграрий, и поставки на нашим партнерам? Да, действительно, вы абсолютно правы. Вопрос продовольственной безопасности – это, наверное, не менее такой важный фронт на сегодняшний день, нежели фронт, на котором воюют сбройные силы, наша армия украинская. И это действительно очень большая проблема, которая, по моему личному мнению, только начинает проявляться. Потому что все, что мы видим сейчас, это то, что и политики, и представители международных организаций, и эксперты, ведущие мировые, все больше действительно обращают внимание на то, что вот такая вот отрицательная реакция сейчас происходит, отрицательная реакция с точки зрения экономики именно из-за войны, развязанной Россией против Украины. Вы правильно сказали о временно оккупированных территориях, но и нужно вспоминать о территориях, на которых сейчас ведутся активные боевые действия. Соответственно, там о посевной, к сожалению, действительно говорить очень сложно, ну или практически невозможно. Тем не менее, мы знаем отдельные случаи, скажем так, там, где фермеры действительно проявляют абсолютное геройство. И даже вот в таких фактически, ну я не знаю, это наисложнейшие условия, пытаются выходить и начинать посевную, несмотря ни на что. В Херсонской области, даже в тех районах, которые находятся под временной оккупацией российских сил военных, тоже наши фермеры и некоторые мне вот уже писали, скажем так, сообщение о том, что мы планируем все равно вот этот сезон открывать, мы планируем сейчас высаживать ту или иную продукцию, сеяться, соответственно, помогите нам там дальше с экспортом и со всем прочим. Это, то есть вот эта вот посевная, наиболее сложная за все годы новой независимости Украины, за последние 30 лет, однозначно, наиболее сложная, поэтому фермеры должны, и они получают от государства, от нашего правительства сейчас поддержку, всевозможную поддержку для того, чтобы упростить эту посевную, для того, чтобы иметь доступ к дизелю, для того, чтобы иметь доступ к средствам защиты растений, к пестицидам необходимым для того, чтобы проводить эту посевную. Но должна сказать, что, тем не менее, прогнозы какие-то делать очень сложно, потому что мы находимся в горячей фазе войны, никто не может сказать, как дальше будут развиваться события, даже на тех территориях и в тех областях, которые на сегодняшний день являются относительно спокойными. Теперь, что касается глобального измерения, как я уже сказала, многие начинают прозревать очень поздно, но, тем не менее, начинают прозревать как раз в том вопросе, что Украина действительно, начиная от подсолнечного масла и заканчивая пшеницей, ячменем, кукурузой, в том числе, для потребностей животноводства во многих странах, является одним из наибольших производителей и экспортеров этих продуктов. И некоторые регионы и страны мира действительно очень сильно зависят от этого экспорта. То есть, конечно же, если мы говорим о Европейском Союзе, то Европейскому Союзу голод не будет грозить. Но европейские потребители уже сегодня чувствуют на себе, на своей шкуре, скажем так, то, что происходит в Украине. А именно они чувствуют повышение цен, потому что многие сети супермаркетов уже объявили о том, что как минимум на 400 продуктов, групп продуктовых, так они будут повышать цены в ближайшее время. Покупатели в европейских странах тоже так реагируют панически и скупают сейчас и подсолнечное масло. Можно видеть кадры с пустыми полками. Панично скупают также муку, например, пшеничную и так далее. В принципе, это можно понять, но эта паника оправдана. Будут проблемы однозначно с кормами для животноводства в Европейском Союзе. А вот такие страны, как Ливан, кстати, который зависит от нас, такие страны, как Индия тоже, и страны, например, Субсаханской Африки, то есть южной части Африки, довольно сильно почувствуют на себе именно с точки зрения возрастающей угрозы голода, отсутствия поставок из Украины. Поэтому здесь может быть только один путь прекращения активных военных действий и прекращения войны как таковой как можно скорее, потому что идет еще дальше эта негативная цепная реакция с точки зрения усложнения логистики санкций, которые накладываются против России, абсолютно справедливые, атаки, которым Россия возмущается в качестве контрсанкций. Россия, насколько я понимаю, сейчас вводит эмбарго на экспорт зерновых до 30 июня, если я не ошибаюсь, практически тоже усиливая еще эту ситуацию с неопределенностью на зерновых рынках и, соответственно, подыгрывая еще в негативном плане, подыгрывая тому, что, ну что ж, мало того, что мы напали на такую житницу мира, так мы еще и сами введем такие меры, которые усложнят ситуацию в многих странах с точки зрения как раз продовольственной безопасности. Поэтому эта война уже сейчас показывает, насколько будет сложная ситуация, но еще раз, это только начало, и мы будем видеть, я думаю, что если, еще раз, если не остановить эту войну, если российских оккупантов не отбросить назад, если они не перестанут блокировать, кстати, наши порты, которые очень важны для экспорта аграрной и пищевой продукции из Украины, потому что это были основные пути этого экспорта, где-то процентов 70 мы экспортируем все-таки морем, а не железной дорогой или автобанами. Поэтому, соответственно, если вот это не произойдет в ближайшее время, ну, у меня нет, несмотря на то, что я называю себя агрооптимистом, у меня нет, скажем так, хороших прогнозов для мировых рынков.